Что это? Это просто фильм ужаса! Просто вообще ужас! И у нас сохранились кадры того, что случилось с нами дальше. Это было очень большой ошибкой. Привет, я Ани Мэджик, и мы со всеми моими пятью питомцами проводим последние дни в нашем путешествии на море на машине, постепенно двигаясь к дому. Но пока что мы переезжаем на новое место, где моя кошка Киса Алиса впервые увидит море. 22.35 вечер, мы выезжаем поздно. Этот дом находится в другом совершенно месте, и там рядом тоже море. Короче, мы отправляемся дальше. Вещи уже закидали в машину, дети страдают уже скорее, ну давайте выходить. Нам сейчас нужно собрать Алиску и посадить ее в кэннел. Эй, Иван опять, ну нет, скорее пошлите. Ищем Алису, Юмичу, давай. Ищи Алису. Трехэтажный дом обошли, все. Алису не нашли, она оказывается тут уже на окне сидит. Алис, поехали. Да, поехали, Кисандра. Посмотрите на детей. Как они уже хотят. Как они хотят ехать, боятся, что их бросят, да? Да. Алис, заходи. Короче, мы с питомцами переехали в новый дом. И мне бы тут реально пригодился робот-пылесос, потому что полы загрязняются, а времени на уборку нет, ведь мы постоянно в поездках. Кстати, я продолжаю советовать вам качественную и хорошую технику для дома по вашим просьбам, так как покупаю все сама, проверяю и пользуюсь, и показывать вам то, что я купила до отъезда. Что-то я отдаю друзьям и близким, что-то остается у меня. Начинаем уборку. Так вот, если вы хотите купить робот-пылесос, берите Redmond 650S Wi-Fi, потому что это сразу три в одном. Он, во-первых, пропылесосит пол и ковры, причем у него турбо-щетка, собирает песок, пыль, мусор, волосы, шерсть питомцев. А вот эти вот боковые, они не дают этому мусору наматываться и метут вдоль стен и из углов. Во-вторых, он сделает влажную уборку, то есть помоет пол. А в-третьих, он проведет дезинфекцию УФ-лампой, которая убивает все бактерии и вирусы. Между прочим, очень важно сейчас в пандемию обеззараживать дом. Тем более, эта УФ-лампа еще и борется с грибками, плесенью, аллергенами. Это полезно всегда, не только в эпидемию. Всасывает грязь Redmond очень мощно и при этом практически не шумит. Ну, вы сами слышите, как слышно меня и как он работает. А работать он может больше двух часов. И классно, что он никуда не врезается, не падает, не бьется о мебели. То, что управлять можно прямо с телефона, дистанционно. Есть приложение Redmond Robot. Едешь такой с работы, включил его такой заранее, приехал чистенько. И еще много чего-то можно делать, например, строить маршруты, проверять состояние, планировать уборку, настраивать уровень увлажнения, мощность, проверять заряд. Если он разряжен, кстати, он сам едет на станцию заряжаться. Или можно просто с помощью пульта управлять дома. Или даже через голосовой помощник Алису. Алиса, услышала. Так что покупайте Redmond 650S Wi-Fi по моей ссылке в описании. Тем более до 7 сентября для вас действует специальное предложение от Redmond. Умный робот-пылесос RV650S Wi-Fi и кухонные весы RS763 вместе всего за 17999 рублей. Так что, ребят, спешите, это реально выгодно. И погнали. Ну что ж, как я сказала, совсем скоро мы возвращаемся. Погода явно начала портиться. Мы объехали еще несколько классных мест. Заброшенный старинный город в горах. Попали в дождь и даже не смогли туда подняться. Два невероятных мыса. На оба мы приехали во время ветреной дождливой погоды. Но это не отменяет невероятную красоту этой природы. Просто потратьте несколько секунд своего времени, чтобы на это посмотреть. А пока ваш мозг делает перерыв. Я вам напомню, что на 3 миллиона мы заведем с вами нового питомца. Для этого надо поставить лайк прямо сейчас на это видео, написать комментарий внизу и нажать кнопку подписаться. Спасибо вам огромное за поддержку. Какое зверье. Вот сюда, вот сюда вставай. Что это? Это просто фильм ужаса. Просто вообще капец. Что это? Ужас. И вот наконец-то мы приехали в то самое место, где как раз и решили познакомить нашу кису Алису с морем. Но что-то пошло не так. Самое первое, что пошло не так, это поломка камеры. Все, что было снято мной на эту белую камеру, которую вы видите сейчас в кадре у меня в руках, исчезло. И это очень обидно. Именно поэтому мне приходится озвучивать эту историю сейчас. Ведь слава Мэджик Вселенной, мы снимали все происходящее еще параллельно на айфон. И у нас сохранились кадры того, что случилось с нами дальше. Сейчас до моря дойдем, а ты... Потому что потеря кадров еще не самое главное, что пошло не так. Итак, мы пришли на песчаный пляж, на котором решили познакомить кису Алису с морем. Пошел мелкий дождь, погода снова испортилась, но не слишком ужасно, поэтому мы решили продолжить. Пляж этот очень длинный и широкий, и идти к морю было не близко, поэтому все это время киса Алиса была у меня на руках. Мы практически в Феодосии. Вот там вот Феодосия. Ну что ж, а дальше начнется самое странное. Я посадила Алису на песок, и она уже решила дернуться и попытаться найти укрытие. Бежать от моря, потому что смутил ее звук волн. Я понимала, что ей это может понравиться не сразу, хотя она часто дома обращает внимание на воду, и я бы даже сказала, любит. Не купаться, конечно, но наблюдать за ней точно. Она часто приходит в ванну, когда моюсь я, заглядывает в душ даже, и играет с водой, когда что-то делаешь в раковине, например, моешь посуду. А тут такая первая реакция, не интерес, а сразу настороженность и испуг. Я решила, что нужно пойти стандартным методом в приучении животных к чему-либо новому. Просто подождать. Сидеть возле воды какое-то время вместе с киса Алисой, чтобы она хотя бы немного привыкла к обстановке. Но сразу скажу, чуть позже, прям буквально через несколько минут, я совершила серьезнейшую ошибку, которая могла стоить мне очень много. Как минимум, глаз. Я была уверена, что Алиса относится к воде нормально. Она бывала на улице, видела, что такое дождь и сильный дождь. Гуляя, видела лужи, озера, ручьи. То есть с водой сталкивалась, тем более дома вода ее интересует. Поэтому я решила, что надо посадить ее на соседние камешки. И процесс привыкания пойдет намного лучше, чем сидеть на песке, где волны могут ее задевать, когда подходят на берег. И чтобы посадить ее на камешки, я решила кошку, которая находится в моменте привыкания, в моменте раздражения, напряжения, взять на руки. Это было очень большой ошибкой. И тут произошла самая жесть, причем не один раз. Алиса хотела слезть с рук. И поэтому случайно она сильно лапой с когтями ударила мне по лицу. А потом еще раз, и это было очень больно. Конечно же, она сделала это ненарочно. Конечно же, она не хотела причинить мне боль, я это понимаю. И, конечно же, она не хотела меня уродовать и оставлять со шрамами. Это я совершила ошибку, и я виновата, и я должна была расплачиваться. В машине мне намазали раны, заклеили пластырем. Как будто у меня сопля на носу. Блин, я смеяться не могу, если даже пластырь шипит. Они были достаточно глубокие, и боюсь, что останется шрам. Ну а в это время Алиса осталась на берегу с оператором, который не стал ее брать на руки, что сделал на самом деле очень правильно. Он просто стал ждать и снимать ее реакцию, не дергая ее, не таща, не беря на ручки, не пытаясь поднести ее ближе к воде. И вроде как она даже не убегала, а сидела и смотрела на воду. То есть, по сути, мне не хватило терпения. Я, как настоящий мэджик, как настоящий стрелец, хотела сделать все быстро и сразу показать кошке воду. Ожидать, что она будет нормально на это реагировать, верить в это. И вместо того, чтобы подождать хотя бы полчаса, хотя бы посидеть на берегу, я решила, что нужно схватить ее, посадить ее на камни. И за это получила по лицу, и совершенно справедливо, ребят. Поэтому никогда не трогайте испуганную кошку, точнее, вы ее можете трогать, но трогать ее надо правильно. Не брать ее одной рукой, поднося к лицу своему. В общем, с оператором Алиса не сказать, что очень сильно успокоилась, но, по крайней мере, она с пляжа не бежала. Она сидела и привыкала к морю, привыкала к воде, привыкала к звукам, к волнам. И даже сама уже ползала по камням, ходила, что-то разглядывала и смотрела. Понятное дело, что за первые 5 минут она не привыкла к морю, она не стала его любить, эту воду. Конечно же, она не захотела искупаться. Но самое главное, что она начала на него уже чуть иначе реагировать. То есть не старалась убежать, а даже сидела и выжидательно смотрела. Пусть была насторожена, но не так испугана. Она не бежала, она сидела и разглядывала. Мне кажется, это очень важный момент, это очень важная реакция. И, по сути, если я бы подождала это время, то я бы не получила этих ранений. Зато сняли несколько тиктоков. Кстати, многие реально угадали, что в тиктоке нашего корма Платинум есть видео, которое я снимала, монтировала и озвучивала я. Вот с таким вот милым песиком. Если вам оно понравится, то я буду делать еще такие видео с советами в тиктоке Платинум. Интересно, сколько Алиски на видео в тиктоке наберет? Через время, как только мне залатали раны, я сразу же отправилась к Алисе, потому что я очень переживала за нее, что она осталась там одна, без меня, что она нервничает, что она боится. Ну, и вообще, к сожалению, ветер очень мешал снимать. Короче, меня отремонтировали. У меня прям, тут она прям сильно расцарапала Алиса. Но зато пока меня ремонтировали, она немножко привыкла, по-моему. Но море ей явно не понравилось, и ее не заинтересовало. Ну что ж, вот такой был у нас с Кисой Алисой первый опыт на море. Не очень удачный и во всех смыслах. Но мы все равно надеемся на вашу поддержку. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И увидимся скоро в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok